Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракету, с вами Малик. Мы продолжаем с вами изучение арабского языка. Не забывайте подписываться, делиться благими знаниями с вашими друзьями, родными и близкими. Мы продолжаем с вами сегодня брать очередные слова и предложения по данному учебнику. Итак, первое слово у нас «фатахту». «Фатахту» переводится как «я открыл» или «я открыла». И то, и то будет верно для первого лица. Это спряжение глагола «фатаха» – «открывать». Мы помним, что в прошедшем времени при спряжении в единственном числе, с лицами единственного числа мы ставим суккун на букву «х» в данном случае последнюю и добавляем окончание «ту», «тати» или просто оставляем эту основу и добавляем «т», если это к «хия», то есть она «фатахат». Предложение, которое здесь «фатахтульбаба». «Фатахтульбаба» – «я открыла дверь» или «я открыл дверь». Мы видим «фатахту» – это форма, про которую я уже сказала. И далее идет слово «баб», которое означает «дверь» в определенном состоянии с артиклем. И в окончании мы видим «фатху», то есть это показывает, что действие падает на вот эту дверь, да, то есть от кого что открыла дверь. Далее следующее слово – это «фираж». «Фираж» – это ложе или постель, да, может быть. «Фираж», «фиражун», и мы видим предложение, которое здесь представлено. «Альфирашу навыфун», «Альфирашу навыфун». То есть «эльфираж» – это слово мужского рода. Оно стоит здесь в начале, то есть то, о чем мы говорим. Поэтому это называется «моптада». Как правило, вот мы видим здесь артикль впереди. И «извещение», что мы узнаем нового об этой постели, да, «Альфирашу навыфун». «Мавыф» переводится как «чистый», да, чистый. То есть постель чистая. В арабском языке «фираж» – это мужской род, да, хотя в русском, ну, не совпадает, да. То есть, когда мы говорим про «лиц», то там, ну, есть совпадение, да. То есть, например, если мальчик мужского рода, то и в арабском языке это мужской род. А уже какие-то предметы, это может отличаться уже в зависимости от использования в том или ином языке. Следующее «Арифу», да, «Арифу» – это спряжение глагола «Арафа», да, это спряжение глагола «Арафа» в настоящем времени. В настоящем времени как раз тоже в первом лице «Арифу», то есть «я знаю». Более подробно о спряжении глагола в настоящем времени мы будем говорить позже. То есть «Арифу» – «я знаю». «Ана» – это «я», «я», «Арифу», «знаю», «Ибрагима», «Ибрагима», да, то есть «я знаю Ибрагима». Далее следующее слово у нас «Аддавтару». «Аддавтар» или просто «давтар» – это у нас «тетрадь». «Давтар» – это «тетрадь». Здесь мы видим артикль «Аддавтар». Так как это солнечная буква «даль», то мы «лям» не читаем, а вдвоем «даль». «Аддавтару» – «тетрадь», да, «тетрадь». «Айна» – это «вопросительное слово», «вопросительное слово», которое переводится «где». «Айна», «где», «аддавтару». Обычно, когда, заметьте, здесь слово стоит в определенном состоянии, когда мы говорим, где книга, где тетрадь, еще что-либо, то есть вот эти предметы, они находятся в определенном состоянии, так как мы ищем как бы что-то определенное. То есть где книга, где сумка, то есть я ищу какую-то определенную сумку, говорю, где она, то есть и стоит в этом в определенном состоянии. «Айна» – «давтару» – «где тетрадь». И можно, конечно, здесь подставить что угодно. «Айна» – «льфирашу», «Айна» – «льмактебу», «Айна» – «льмактебету» и так далее. Да, если вы хотите спросить о местонахождении какого-либо предмета. Возьмем еще слова. «Дафатир» – «дафатир» – это множественное число от «давтар». «Дафатир» – множественное число от «давтар», то есть тетради. «Фи хақибати саласату дафатира». «Фи хақибати саласату дафатира». «В моей сумке три тетради». Здесь есть особое правило построения с числительными. Пока мы воспринимаем, как оно есть, будем в дальнейшем их разбирать. То есть «в моей сумке три тетради». Мы видим, здесь говорится о чем? О трех чего-то тетрадях. «Который находится в моей сумке». Здесь такая есть инверсия. То есть потому что в неопределенном состоянии пришло то, о чем мы говорим. Поэтому они поменялись местами, учитывая, что вот это извещение, что они в моей сумке приходят в виде предлога с именем. Следующее – «муфиид». «Муфид» – это «полезный». «Муфид» – это переводится как «полезный». То есть «это полезный урок». Здесь «муфид» приходит уже не как извещение, а как согласованное определение к определяющему слову. То есть «это урок». Но здесь не просто «это урок», а «это полезный урок». В русском языке мы видим в таком случае у нас это определение приходит в таких случаях в русском языке впереди. «Муфид» – это «полезный урок». Третье здесь, как бы в этой части, а так уже седьмое из того, что мы сегодня разбираем, это «руфуф». «Руфуф» – «полки» уже было у нас. «Биль мактебати руфуфун лилькутуби». «Биль мактебати руфуфун лилькутуби». То есть «в библиотеке, полке». И еще дополнение есть «для книг». «Биль мактебати». «Би» здесь в значении «фи». То есть «в библиотеке, полке для книг». Это было последнее предложение из этого урока по книге. Здесь обращайте внимание еще на написание «мактебати», что оно все время пишется на строчке, с долгими, как пишется с «алифом», с «я», с «уау», когда они долгие. И обратите внимание еще на слова, которые снизу, на их артикуляцию, на правильное чтение, помимо еще, конечно же, предложений, про которые говорили только что. «Фатер», «Фатер», «Футур», «Фирар», «Фатер», «Яфут», «Раф-Раф», «Фаром», «Мафрум», «Фара», «Дафатер», «Фурат». В принципе, я думаю, на данном этапе те слова, как, например, «дефятер» уже были из вот этого списка важные и которые сейчас на этом этапе начальном нужно выучить. Остальные слова можно просто для артикуляции выучить или почитать их, вернее, а заучивать их нет необходимости, потому что они там редко использованы и сейчас вам не пригодятся. Мы с вами завершили эту часть урока. Иншаллах, на следующий раз мы с вами сделаем подведение итогов, разбор предложений дополнительных, которые вы увидите и можете предварительно сделать. Вы увидите их сейчас на экране. Благодарю вас за то, что были со мной. Баракаллаху фейкум. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи. Ва ракет.